Здравствуйте, предлагаю обзор устройства для холодного копчения, так называемого лабиринтного или пассивного дымогенератора. Представляет собой устройство, в котором сделана последовательная лабиринтная дорожка. На дорожку насыпается щепа, поджигается и она тлеет, как сигарета, пока не кончится щепа. Товар приходит в промышленной упаковке без каких-либо обозначений. Сделан такой дымогенератор из нержавеющей сетки сплетенной из проволоки диаметром около 0,5 мм, ячейки квадратные со стороной 2 мм. Сверху по периметру сетка согнута вдвое для придания жесткости. Поджигание свечой не предусмотрено. Поджигается газовой горелкой или турбозажигалкой. Конструкция позволяет поджечь щепу с обоих сторон, для увеличения интенсивности задымления, но и время горения одной заправки щепы соответственно уменьшается. Размеры 22 на 22 10 4, 5 см. Вес 350 года. Ножками служат Г-образные профили приваренные к дну. В этих местах доступ воздуха снизу частично перекрывается профилями и щепа тлеет в этом месте слабее, и даже может затухнуть при слабой тяге. Для сравнения еще один пассивный дымокур улитка. Конструкция его более продуманная. Есть подставка под чайную свечу, которую удобно разжигать щепу. Сетка на дне нигде не перекрывается элементами конструкции. Но сетка здесь не совсем сетка, а так называемая высечка. В листе металла делают множество прорубок, а потом лист растягивают. Получается вот так. Недостаток данной улитки, сетка очень тонкая, толщина как у жестеконсервной банки, может чуть толще. В работе разницы между дымогенераторами особой нет, поэтому улитку отдельно рассматривать не буду. Щепа для таких дымогенераторов требуется с фракцией 1-3 мм, довольно редкая вещь в наших магазинах. Загружать щепой такой дымокур, в отличие от улитки не очень удобно, дорожки узкие, ширина 3 см, и много щепы высыпается наружу. Здесь спасет обрезанная бутылка или большая воронка. Но вот, дымокур полностью заряжен щепой. Камерой для копчения может быть картонная коробка подходящих размеров. Для безопасности дымогенератор нужно установить на плоский поднос или противень. На фото его нет. Картонная коробка еще хороша тем, что можно вырезать внизу отверстие с дверцей, через которое можно будет наблюдать процесс тления, и в случае затухания вытащить устройство и спокойно поджечь. Но я применил генератор в старой большой кастрюле. Сделал пару отверстий у дна для тяги. Но щепа все равно не хотела тлеть и постоянно затухала. Кастрюля невысокая и естественная тяга в ней незначительная. Для исправления ситуации сначала приспособил вентилятор на 5 вольт. Тлеть стало лучше, но все равно недостаточно стабильно, так как отверстие в кастрюле было всего 10 мм, а большую дыру делать не хотелось. Пришлось применить мою старую самоделку из пластиковой бутылки и вентилятора и наконец процесс тления опилок пошел без затухания. Дыма по сравнению с активным дымогенератором вырабатывается немного. Вот так дымит улитка, такое же задымление и от сабжа. Но зато длительность работы от такого же количества щепы здесь в разы, если не на порядок больше, чем в активном дымогенераторе. Но фото сгорело где-то одна треть от возможного количества щепы и тлела она 4-5 часа. Итак, в процессе эксплуатации выяснилось, что дымогенератор требователен к размерам коптильной камеры. Чем она больше, тем лучше тяга, тем лучше будут тлеть опилки. Высота камеры должна быть 1 метр и более, и желательно еще трубу приделать, тогда тяга еще лучше будет. Отверстие для тяги следует закрыть подвижной заслонкой, так как приходится каждый раз регулировать в зависимости от температуры воздуха. Если использовать принудительный подув, применив, например, вентилятор от компьютера или аквариумный компрессор, можно использовать коптильную камеру любых размеров и формы, лишь бы продукт поместился. Но для этого уже требуется источник питания. Теперь приступлю к копчению. Коптить буду вяленую шейку и соленую грудинку. Генератор загрузил щепой на две трети. Копчение длилось около 8 часов. Прокоптились продукты достаточно, чтобы почувствовать копченый вкус и запах. Но назвать полностью закопченными эти продукты тоже нельзя. При такой небольшой степени задымления большое влияние оказывает окружающая температура. Если тепло, то копчение происходит более эффективно, чем при низкой температуре и приобретении соответствующего копчению цвета и запаха происходит гораздо быстрее. Это надо учитывать. Холодное копчение придало вяленой свиной шейке волшебный аромат и вкус. Но если продукт в оболочке, даже дымопроницаемый, ее лучше снять перед копчением, так как с таким небольшим дымообразованием копчение будет идти крайне долго. Грудинка. Копчение поразительно меняет вкус свиного сала, делая его изысканным деликатесом. Перед копчением обычная соленая грудинка подвяливается 2-3 дня. Скумбрия через 8 часов копчения. С копчением рыбы такой тип дымогенератора справляется лучше, чем с мясом. Перед копчением просоленую рыбу надо подвялить, чтобы рыба потеряла в весе примерно 15%. Сама рыба разделывается так, чтобы она была максимально съедобна. Достоинства и недостатки пассивных дымогенераторов. Имеют небольшие размеры, просто устроены. Щипа тратится экономно. Не требуется электричество для работы. Легко чистится после использования. Так как дыма мало, можно применять на балконе, бдительные соседи вряд ли заметят. А вот недостатки нейтрализуют. И по-моему даже перевешивают достоинства. Для работы требуется дефицитная мелкофракционная щипа 1,3 мм, либо еще более дефицитные и дорогие пилеты из лиственных пород. Коптильная камера должна быть достаточной высоты, чтобы в ней была естественная тяга. Судя по видео в ютубе, в основном такие дымогенераторы используют в основательных стационарных коптильнях, грилях с регулируемой тягой. Так как дымообразование небольшое, контролировать тление затруднительно. Все время кажется, что щипа потухла, откроешь камеру, да нет, тлеет. Лишняя работа, чтобы получить тот же результат копчения, как от активного дымогенератора, требуется намного больше времени. А в холодное время года, нормального копчения вообще может не получиться. Если применять активную тягу с помощью вентиляторов, некоторые проблемы решаются. Но это уже будет не пассивный, а активный дымогенератор. В общем лежат у меня пока эти дымокуры без дела, так как и дачи у меня нет, и на рыбалку я на несколько дней не эжу. А есть у меня гараж, где я периодически занимаюсь копчением, но в нем лабиринты не конкуренты активным дымогенераторам небольших размеров. На этом все. Спасибо за внимание. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok